Всем привет! И вновь на ваших экранах информационно-развлекательная программа «Калейдоскоп». А это значит, что нужно настроиться на восприятие позитивной и интересной информации о нашем городе и его жителях. На наш город совершенно неожиданно обрушилась весна. Хотя, согласитесь, для такого тепла и полного отсутствия снега пока еще рановато. Но, пожалуй, самое время выходить из спячки и подготавливаться к восприятию прекрасного первых теплых солнечных лучей, зеленеющей травки и нежных цветов. В этом вам поможет удивительная выставка, открывшаяся в Музее молодежного движения. Для многих эта выставка стала настоящим откровением. Невероятно нежные картины с тонкими цветовыми переливами и эффектом свечения действительно пробуждают массу чувств и эмоций, а некоторые из них заставляют задуматься о смысле жизни. Эти полотна написаны художником, который просит называть себя просто Георгием. Участник множества выставок самого разного уровня, от регионального до международного. Он является автором сотен полотен, выполненных в сложной и редкой технике а-ля прима. Это металлическая лопатка такая, называется мастихин. Вот берется несколько красок сразу, открытые цвета, выдавливается из тюбика прямо на холст. А потом это вот этим мастихином раз, краска в краску впитывается, получается фактурность и, так сказать, необычное свечение такое. На большинстве картин изображены цветы, яркие, фактурные, нежные. Переливы цвета заставляют замирать рядом с картинами и долго в них всматриваться. Наверное, каждый находит здесь что-то свое. Кто-то красоту окружающего мира, кто-то смысл жизни, другие – свет и любовь. Я не думаю о том, так сказать, какое впечатление произойдет моя картинка там очередная. Просто, так сказать, свое внутреннее состояние я, так сказать, выклескиваю над картином. А заденет это зрителя или не заденет, я не очень об этом думаю, так сказать. Но, так сказать, некоторым нравится. Причем нравится не только соотечественникам. На сегодняшний день Георгий – член Международного художественного фонда. Его творчество известно далеко за пределами России. Многие из его картин находятся в Израиле, Японии, Турции, Греции и других странах. Но, кажется, художнику это не важно. Для него просто важно писать, выражая свои чувства и мысли. Это моя жизнь, в принципе, сейчас. Хотя, так сказать, это не самое главное. Был период, когда это было самым главным, так сказать, смыслом жизни. Способ уйти, там, от проблем, от жизни, так сказать, реальной, мирской. Но это я заменил, так сказать, церковью сейчас Бог. Так сказать, Бог, изначально Бог, а то он все это, все мирское. Так что, хотя, так сказать, все равно этим живу, вот, ну и не могу без этого. Выставка «Весенние пробуждения» открытого музея молодежного движения. Кстати, здесь же вы сможете познакомиться с небольшой экспозицией, подготовленной ко дню театра. На ней представлены раритеты, рассказывающие о театральной жизни города в разное время. Обе выставки будут работать до 15 апреля. А выставка, которая открылась в Рязанском художественном музее, познакомит вас с удивительным миром русского балета начала 20 века. На ней вы сможете получить представление об истории балета. Кроме того, экспонаты выставки приподнимут завесу времени и перенесут вас в давно забытую эпоху. Леон Бакс – это один из самых ярких представителей искусства Серебряного века. Русский художник, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики, виднейший деятель объединения мира искусства, по-настоящему он выразил себя благодаря балетам Дягилева. Леон Бакс – это тот удивительный художник, на выставку которого человек может прийти совершенно неподготовленным, совершенно незнакомым с его творчеством и обязательно сразу же начинает это все воспринимать. «Русские сезоны» – гениальное творение Сергея Павловича Дягилева. Искусствоведы разных стран признают их влияние на мировую культуру. Благодаря балетным спектаклям Дягилева свет услышал множество новых имен – танцоров, композиторов, декораторов, костюмеров и художников, среди которых оказался и Леон Бакст. Поскольку наша родина знаменита в том числе и нашим русским балетам, то, конечно же, имя Леона Бакста, или по-русски его называли Леон Бакстом, оно как бы ассоциируется особенно как искусство, которое мы смогли принести в Европу. Потому что можно по-разному относиться к русскому искусству, дореволюционному. Конечно же, наш знаменитый русский авангард, который вошел в историю искусства. Творчество Леона Бакста вошло как бы сразу и навсегда. Гастроли дягилевских спектаклей проходили по всему миру. И влияние русского балета на моду времени было безграничным. Созданные Леоном Бакстом под влиянием античности и востока костюмы к балетам Шахерезада «Синий бог», после полуденный отдых «Фавна» в значительной мере сформировали тенденции знаменитых парижских домов моды начала XX века. Он стал знаменитым, он проснулся знаменитым буквально сразу же после премьеры балета Шахерезада. И, в общем, он настолько стал законодателем мод во французской жизни, что сами французы стали считать его просто французом. Что такой талантливый художник, такие идеи, так все интересно придумано, так можно сделать только француз. Сто лет назад, в 1913 году, находясь в «Зените славы», Леон Бакс тиражирует свои лучшие эскизы костюмов и декораций в технике гелиогравюры с цветной росписью пашуар. Работы были изданы небольшим тиражом и сегодня хранятся в музеях, библиотеках и частных коллекциях. 70 листов печатной графики, представленных в Рязанском музее, приехали в Россию благодаря Европейскому культурному клубу. Увидеть эту необычную экспозицию и немного расширить свои представления об искусстве начала 20 века можно до 27 апреля. Сегодня вокруг нас множество предметов, ценности которых мы просто-напросто не осознаем. Вот, например, книги. Мы их свободно покупаем, читаем и даже не представляем, что когда-то человек, имеющий хотя бы одну книгу, считался невероятно богатым. О самых ценных сокровищах ушедших времен мы расскажем вам в следующем сюжете. Полный зал народа, восхищенные лица посетителей, их горящие глаза. Вот, оказывается, сколько эмоций могут вызвать книги. Правда, книги необыкновенные, а старинные. На выставке под названием «Слов. Драгоценные клады», открывшейся в Рязанском Кремле, собраны редчайшие экземпляры как рукописных, так и печатных книг до Петровской эпохи. Конечно, это совсем не те книги, к которым мы привыкли в современности. Иной облик, иное содержание. И ценность их определяется не столько стоимостью, сколько информацией, которую могут из них почерпнуть многочисленные исследователи. Ведь именно благодаря слову, написанному в древности, современные ученые сделали множество ценнейших открытий во многих отраслях знаний. Разве не от слова явилось то, что мы называем сейчас историческим источником? Не было бы слова, не было бы исторического источника, не было бы вообще профессии историк. Нам, работающим в Рязанском государственном университете, на факультете русской филологии и национальной культуры, эта выставка и нужна, и близка тем, что посредством нее мы приобщаем наших студентов. Приобщаем наших студентов к богатейшим историческим архивам, которые имеются у нас, поскольку данные книги, представленные на выставке, имеют не только искусствоведческую ценность, но и ценность с точки зрения и литературы. Книги до Петровской эпохи в большинстве своем носили религиозный характер. Одним из самых ценных экспонатов выставки является «Евангелие», напечатанное в 1689 году на московском печатном дворе форматом инфолиум. Редкость этой книги в том, что она напечатана очень маленьким тиражом была, всего 150 экземпляров. И книга являлась подарочным изданием, потому что использовать ее по назначению как книгу было затруднительно. Она слишком велика, она тяжела, ее размеры 70 на 50 в сложенном виде, а вес достигает свыше 10 килограмм. И поэтому эта книга в составе нашего, например, собрания сохранилась очень хорошо. То есть книгой не пользовались с 17 века явно, то есть ее получили в дар, и она лежала закрытая. Еще одно редкое издание – следованное «Псалтырь». Для рязанских исследователей она представляет особую ценность, ведь именно в ней указана дата основания Переиславля Рязанского. Помимо богослужебных книг здесь представлены исторические произведения, летописи, хроники, деловая письменность, а также иконы. Несмотря на то, что выставка экспонируется во второй раз, интерес к ней не угасает. Так что, если год назад вы не успели с ней познакомиться, сейчас самое время узнать, что представляют из себя слов драгоценной клады. Недавно прошедший в нашей программе сюжет о мейн-кунах так понравился зрителям, что мы решили сделать целую серию материалов о домашних питомцах. И сегодня мы расскажем вам о невероятно красивой породе бенгальских кошках. Как бы вы отнеслись к тому, что у вас дома поселился маленький леопард с характером домашней кошки и инстинктами настоящего хищника? Елена Тимошкова, заводчик бенгальских кошек, в свое время сделала выбор в пользу необычайно красивой породы именно из-за этих качеств. Правда, получилось это совершенно случайно. В дом пришла крыса и стала портить мне жизнь. И я подумала, что мне обязательно нужна кошка, которая наверняка справится с этой крысой. Полезла читать интернет, и мне показалось, что вот такая красавица, то, что я вычитала о характере, о повадках ночного хищника, я подумала, что такая кошка наверняка справится с этой задачей. Кошка справилась с этой задачей на отлично, ведь ее прародителем был дикий азиатский леопартовый кот, обитающий в лесных районах Индонезии, Таиланда, Сингапура, Китая и не только. Ареал его обитания в дикой природе достаточно широк, но однажды человеку захотелось поселить именно такую кошку у себя дома. И тогда началась генетическая работа над породой. Гибридизация началась в 61-м году. У этой породы даже есть автор, Джейн Мил, выпускница Калифорнийского университета, биолог-генетик, которая когда-то заинтересовалась азиатскими леопардовыми котами, которые обитают в дикой природе в Азии. Очень ей понравились эти коты, их тогда истребляли. Ей стало жалко и захотелось вывести домашнюю кошку, похожую обликом на азиатского леопардового кота. Автор породы решил, что если маленький хищник будет ассоциироваться с домашним питомцем, то прекратится его уничтожение. И потом ей хотелось вывести ласковое ручное животное, напоминающее жителей джунглей. Генетику это удалось. Теперь ее работу продолжают в многочисленных питомниках, в том числе и в нашей стране. Задача заводчиков – выведение животного с обликом азиатского леопардового кота и нравом обычной домашней кошки. За то время, пока шла гибридизация, в Бенгалу многие приобрели облик с лица, можно так сказать, эдакой мурки. То есть круглощекие, курносенькие и не бенгалы вовсе. А если мы посмотрим на фотографию дикого предка, вот этого самого азиатского кота, у него совсем другое, другая морда. Вытянутый, профиль спрямленный, и скулы широкие, и ушки маленькие. И вот сейчас признаки закрепили, и сейчас мы занимаемся тем, что выводим из Бенгала все то сурное, что было привнесено в него по ряду причин. Себя Елена называет неприрожденным кошатником, а заболевшим бенгаломаном. Сегодня в ее доме обитает четверо взрослых особей и около десяти малышей. С ними никогда не бывает скучно. Бенгалы очень подвижны и, похоже, их любимое занятие – играть и лазить по стенам. Наверняка это у них от диких родственников, которые являются прекрасными альпинистами. Но самое главное – бенгалы всегда и во всем сопровождают своих хозяев. Начиная с того момента, когда вы встали с кровати, они с вами умываются, причем активно прямо в раковине. С вами умываются самые смелые, те, кто туда, вернее, не самые смелые, а самые шустрые, тот, кто туда залез. Ты умываешься, а они воду из-под крана пьют. Потом они вместе со мной завтракают, одеваются, они всегда здесь. Они норовят пролезть в душ, посидеть на окне, посмотреть. То есть нельзя встать с дивана и сходить на кухню. Стадо бенгалов встает и идет за мной. Эти красавцы не дают Елене скучать и каждый день наполняют ее жизнь движением и зарядом оптимизма. В ее планах одним из главных пунктов значится строительство дома. Тогда в специальных вольерах ее любимцы смогут безопасно гулять на улице, при этом чувствуя себя такими же свободными хищниками, как и их дикий родственник. Если же вы хотите рассказать о своих домашних любимцах, то заходите на наш сайт город62.tv и оставляйте сообщения для нашей программы. Или же звоните по указанным телефонам. Ну, а на этом наше время подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин